Всем привет! На телеканале РУ-ТВ начинается программа РУ-Новости. Меня зовут Максим Привалов. 23 мая в Крокус-Сити-Холле состоялась 12-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ, на которой не обошлось без интриг, премьер и эксклюзива. Кто подставил Ханну и рассекретил имя дочери? Ида Галич и Люси Чеботина впервые встретились на ковровой дорожке после громкого конфликта. Клава Кока поймала букет невесты. Кто стал обладателем рекордного количества самоваров? Что пришлось пережить артистам, чтобы приблизиться к долгожданной награде? И какой сюрприз подготовили звезды для зрителей РУ-ТВ? 23 мая в Крокус-Сити-Холле прошла ежегодная русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 12-я церемония без преувеличений стала самой необычной в истории. Впервые зрители сами выбирали обладателей самоваров без четкого списка номинантов. Премьеры, эксклюзивы и щепотка конфликтов, конечно, тоже присутствовали. По дорожке цвета маджента в этот день прошло рекордное количество звезд российского шоу-бизнеса. Изюминкой вечера стал тематический дресс-код. По задумке Александра Рогова и его команды, в этом году вдохновением для артистов стал русский арт. Я считаю, что на дорожке, когда человек, звезда, девушка, молодой человек, вдруг подготовились не совсем этично говорить им какие-то, возможно, неприятные или полкие вещи. Пока артисты тщательно подбирали образы, скрывающие недостатки и подчеркивающие достоинства, Дима Красилов совершенно не стеснялся своих форм и даже посвящал им песни. На премию он пришел в надувном круге в виде фламинго и в майке с изображением стального пресса. Ну, как пришел? Скорее приплыл. Я, собственно, как фламинго, я делаю так, оп, 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 и пробегаю. Клава Кока появилась на дорожке, в платье которой не скрывала нижнее белье певицы. Такое дизайнерское решение вполне объяснимо. Вы притягиваешь к чьё-то внимание? Вполне возможно. Мне же нужно выходить замуж, пришло время. Образ для выступления с песней «Замуж» Клава подобрала не менее экстравагантный. Но открытые луки – это не единственный способ, чтобы найти мужа. Зимой певица поймала букет невесты на громкой свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой и повторила этот опыт на премии. Как говорится, в борьбе за счастье все средства хороши. А вот Мари Краймбери, в отличие от Клавы, найти жениха на премии даже не пыталась. Кажется, мужчины из творческой сферы девушку совсем не впечатляют. В её вкусе кто-то более серьёзный. Это бантик добавим, просто ещё, чтобы все знали, что это девочка. Вдруг она найдёт себе пару на этом мероприятии. Ты бы хотела найти пару на этом мероприятии? Ой, ну я думаю, на этом не получится. На ВАИ бы такое заявление расстроило не на шутку. Ведь, по его словам, одна из главных целей посещения премии – это поиск любви. Или хотя бы вдохновение для будущих хитов. Женская красота исполнителя никогда не оставляла равнодушным. Я люблю премии, потому что тут всегда красивые малышки. Я прихожу смотреть на них и всё. А получу или нет, неважно, главное – участие. Но пока на ВАИ, как всегда, ищет с кем бы позаигрывать, у премии телеканала РУ-ТВ появилась своя малышка. Милана Хаметова забрала награду в номинации «Фан» или «Профан» и стала самой юной победительницей за всю историю премии. Спасибо! На мероприятии ей удалось побыть не только в качестве победителя, но и занять почётное место среди ведущих. Вместе с Давой они встречали выступающих на сцене и объявляли имена лучших из лучших. Также вели церемонию Валдис Пельш с Еленой Север, Оскар Кучера с Татьяной Геворкян и Ида Галич с Александром Роговым. Многие артисты пришли со второй половинкой. Моту с женой Марии Мельниковой даже посчастливилось выделиться среди семейных дуэтов и забрать самовар в номинации «Звёздная пара года». На «Звёздную пару года» смело могли бы претендовать и Джиган с Оксаной Самойловой, которые впервые за долгое время появились почти всем семейством на ковровой дорожке. Ведь только недавно эта сладкая парочка была на грани развода, зато сейчас всё хорошо. Юркис полностью разделяет эту позицию. Несмотря на то, что личная жизнь артиста всегда была тайной для поклонников, Юрий уверяет, что без любви никуда. Чего только стоит нашумевшая история отношений с Люсей Чеботиной и с крепкой дружбой в большую любовь. Любовь – это самое главное, наверное, что есть в жизни. Если мы берём качества, то эмоции даже, я бы сказал. Эмоции, любви – это способно вдохновлять, способно менять, способно просто как, кстати, разрушать, так и создавать, самое главное. Поэтому любовь – без неё невозможно жить любого человека, я думаю. Однако на этот раз на премии Юркис и Люсей Чеботиной появились поддельности. А в своей новой песне Юрий и вовсе поёт про сотни каких-то подруг. В то время как в сети активно обсуждают возможный разлад в отношениях артистов. Люся и Юркис предпочитают тактично уходить от всех наводящих вопросов. А вот тут я, вот тут вопрос я уйду, чао. Юркис попрощался, но мы заканчивать не собираемся. И продолжаем рассказывать о самых ярких моментах церемонии. Одной из ведущих премии стала Ида Галич. Девушка призналась, что почти не волнуется. Телеведущей повезло, что в списке номеров, которые ей предстояло объявить, отсутствовало имя Люси Чеботиной. Конфликт между девушками ещё не утих. А сама Ида не готова давать на этот счёт никаких комментариев. Я не хочу брать так говорить, у тебя не такой праздник, такое классное мероприятие. Люся в этот вечер тоже была немногословна. Все силы девушка вложила в подготовку номера. И он произвёл настоящий фурор. Провокационный образ и дерзкие танцы. Люся уже не та девочка, какой впервые вышла на сцену. Ты видела тогда в моих глазах печаль. Ты делала больнее, тебе не было жаль. Сюрпризы, кажется, и не собирались заканчиваться. Каждый артист смог представить поклонникам уникальное выступление. Чего только не было на сцене. И огонь, и вода. У меня сегодня в номере также будет тематика моря. Номер называется Water, вода. И там будет ещё много воды на сцене. Водная стихия всегда выглядит на сцене максимально эффектно. За что её и любят наши артисты. Сергей Лазарев, которому и так нет равных в танцевальных номерах, на этот раз тоже исполнил свой хит в сопровождении проливного дождя. Без ярких номеров не обходится и сольное шоу артиста. Именно поэтому награда за самое яркое концертное шоу в этом году – его. Сейчас не каждый делает шоу. А мы действительно много сил потратили, времени и денег, что же греха таить, для того, чтобы сделать красочное шоу. Сам Сергей голосовал за Джонни и уверен, что эта награда на 100% оправдана. А Настя, которая забрала в этом году 4 самовара, даже знает почему. Я посчастливилась с ним поработать не только в этом году, а немножко раньше. И я убедилась в том, что он не просто замечательный артист, невероятный трудяга просто. Он такая душа, он талантище, тоже космический просто талантище. Я могу восхищаться очень долго его замечательными качествами, но он ещё очень хороший человек. Это самое важное, считаю, что мало быть профессионалом, очень важно быть хорошим человеком. Поддержка не только артистов, но и любимых слушателей чуть не довела Джонни до сердечного приступа. Я в шоке, я прям, когда сказали, начали номинировать на лучший певец, у меня прям сердце начало так пустучать очень быстро. А вот для Зиверт премия в этом году прошла не так эмоционально. Певица после многолетней работы без отдыха решила взять интригующую паузу. Многим поклонникам этого творчества в последнее время кажется, что я немножко как бы то ли устала, то ли затихла, то ли пропала. Никто не может понять, что происходит. На самом деле, ребята, это такое затишье перед бурей. Дресс-код мероприятия оказался для девушки как раз в тему. Звезда получает много вдохновения для новых музыкальных совершений. Поскольку у меня теперь достаточно много свободного времени, я по-другому теперь немножко живу и выстраиваюсь распорядок дня. Я давно мечтала, господи, я пять лет каталась по гастролям и не была вообще ни в музеях, ни галереях, нигде. У меня прям душа требует искусства. Эльман перед премией тоже прикоснулся к прекрасному, но из-за плотного графика в экспресс-режиме. Чтобы пройти Третьяковку и полностью вот так вот посмотреть каждый объект и насладиться им там что-то порядка нескольких лет нужно будет. А я скажу вам точно, пробежаться можно за полчаса. Бахти с Третьяковской галереей связывает криминальная история. После того, как в 14 лет певца оттуда забрала полиция, даже мимо проходить боится. Я там работал грузчиком и нам просто нас привезли куда-то и сказали, вот это вот, там какой-то металлолом был, нужно загрузить в автомобиль, ну, в грузовик. И мы загружали, это мне лет 14, наверное, было, может, 15. Вот, в какой-то момент было в 2 часа ночи, приехала полиция и сказали, что, а вы знаете, это вообще территория Третьяковской галереи. Я знаю, не знаю. Я говорю, ну, я не знаю, я здесь работаю. И меня забрали вот в полицию, в милицию тогда еще, подержали, часов в 8, потом приехал папа, дал мне ремня, сказал, сидит дома. Маша Вебер очень хотела соблюсти дресс-код и обратилась к цветовым решениям. Красный цвет, он всегда на Руси был одним из самых главных цветов, такой сильный, очень сильный цвет. А белый цвет, ну, олицетворяет собой нежность. И только Анне Семенович все ни почем. Девушке, чтобы получить новую порцию вдохновения, достаточно просто посмотреть в зеркало. Я вдохновлялась собой, конечно, я просто смотрю на себя в зеркало и все время вдохновляюсь каждое утро. Но пока одни полностью собой довольны, другие честно признаются в ногу со временем идти непросто. Приходится обращаться к экспертам. Даже таким смелым и уверенным в себе звездам, как Ксения Бородина. Помимо того, что Алико профессионал своего дела, он и мой близкий друг. И когда мы просто встречались в кафе или в ресторанах на ужин и на обеды, он мне по-дружески, можно сказать, мягко намекал на то, что есть вещи, которые я не умею сочетать, например, и нужно над этим поработать. Сильная половина не отстает. Ведь даже если ты космонавт, выглядеть хочется круто. Тем более группа Ума Турмана и Сергей Красаков взяли самовар в номинации «Лучшая коллаборация». Только девушки. Мы давно, мы за три месяца сели на диету с Серегой к этой премии, чтобы по красной дорожке пройти. Дмитрий Маликов не понаслышке знаком с русскими дизайнерами и брендами. Одного такого даже воспитал. Но промахи все-таки есть. Я очень только недоволен над ним. То, что она пока не делает мужскую одежду. Пока звездный папа гордится и поддерживает бренд дочки Стеши Маликовой, Елене Север не терпится посмотреть на номера самых близких ей артистов. Ну и безусловно, я как сказала уже, как мама, конечно, я жду номера своих детей. Ольга Серябкина, напротив, приходит на все звездные дорожки в одиночку. Хайпить на ребенке молодая мама пока не планирует. Если в какой-то момент моему сыну будет интересно сходить с мамой, я не буду говорить, нет, сынок, сиди дома. Или я не буду его тащить, понимая, конечно же, что если я приду с сыном, все камеры будут направлены на меня. Но в этот раз на премии «Все внимание прессы» забрала певица Ханна. Наконец-то, спустя столько догадок фанатов и ожидания в несколько месяцев, маме пришлось раскрыть все тайны, которые ходили вокруг имени младшей дочери. О маленькой Камилле теперь знает вся страна. В смысле? Вы вообще все планы мне порушили? У меня уже там были референсы по контенту, как я красиво там шарики надую у себя в огороде, там замучу какой-то праздник. Но реально, как бы, это совсем не было запланировано. Я, наоборот, до последнего хотела еще долго-долго скрывать. Ну не потому что хотели, а просто как бы, ну и по поводу прикольника. А тут просто вот такое взяли и вообще вывели меня на чистую воду. И про старшую Адриану не забывает. Внимания хватает всем. Все-таки не просто так Ханна забрала самовар за победу в номинации «Мама года». Адрианчик – это вообще просто моя самая большая любовь в этой жизни. Она просто вообще какой-то невероятный человечек. И она очень большой мотиватор. То есть она прям, я понимаю, я смотрю на нее и понимаю, что я не могу расслабиться. И я не могу ей уступать, потому что она просто мега-живчик. И я тоже стараюсь. В этот звездный яркий день у каждого был свой личный шок. Пока Ханна переживала, что рассекретили имя дочки, Нина Фокина не могла поверить в то, что все происходит наяву. Все-таки лучший старт РУТВ – мощная награда. Ребята, это реально, это реально, это реально. Но вот акулам шоу-бизнеса все ни по чем. Даже опоздать не страшно. Артист года точно может себе это позволить. Дело в том, что я припоздал немножко. Я уже зашел в зал, когда имя и фамилия были на экране. И я прям сейчас как-то сразу сходу пошел на сцену. В общем, не ожидал совершенно. Безусловно, главное – долго и упорно работать. Тоси Чайкина и музыкальный Олимп покорился далеко не сразу. Но стоит только приложить усилия длиною в несколько лет, и специальная номинация «Взлет года» – твоя. Вот спустя 10 лет моей творческой деятельности начинают обращать внимание и говорить, ты клево делаешь, вот тебе подтверждение того, что ты что-то клево делаешь, ты взлетаешь. У Клавы Коки в коллекции наград пополнение. Однако такая, как самовар РУ-ТВ, впервые звезда нового поколения вспомнила те времена, когда ее песни еще не звучали из каждой колонки. Я была на самой-самой первой премии РУ-ТВ. По-моему, это был 12-й или 11-й год, что-то такое. Может быть, даже еще раньше. И я здесь просто, ну, как бы, была за сценой и пыталась как-то попасть в зал или как-то оказаться. И уж тем более мечтала петь на большой сцене. А вот сегодня я получаю эту награду. Севиль снова без Артика. И пока второй половинки группы Артик и Асти нет, девушка уже задумывается о самых смелых номинациях. Что бы тебе было ближе? Лучшая группа или, допустим, уже как ты как сольно выступаешь, или лучшая все-таки певица? Почему или? И то, и то берем. Конечно. У диджея Смэша праздник двойной. Как оказалось, в день рождения мечты и правда сбываются. Что сегодня загадали? Загадал получить премию РУ-ТВ. Одной из кульминаций премии стало воссоединение легендарной группы «Чай вдвоем». Стас Костюшкин и Денис Клявер теперь целые половинки одного большого проекта. Все-таки иногда расставания и правда идут на пользу. Вот, видите, у нас две награды. А если бы мы 10 лет назад, допустим, нам дали бы одну на двоих. У нас был план. 10 лет. Давай, надо разойтись на 10 лет, чтобы мы давали две награды. Теперь да. План сработал. Но пока одни артисты придумывают хитрые планы по захвату самоваров, другие, ничего не ожидая и не подозревая, наслаждаются всеми прелестями, которые есть на звездных столах. Нет, просто сидел, кушал виноград, а там премия. Хабиб Конфуза в торжественном перекусе поддерживает и прямо во время ужина получает номинацию «Музыкальный блогер». Всем бы настолько приятных неожиданностей в жизни. Одна из них, кстати, может случиться у наших телезрителей. Друзья, как вы знаете, дресс-код 12-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ – это русский арт. И сегодня мы решили тоже этим воспользоваться и нарисовать картину с нашими артистами. Так, ну маленькие губы. То есть губы большие мы не любим, да? Ну, я люблю естественные. То есть мы против пластики. Да, я против. Вы это знаете, я много раз говорила. Друзья, у вас есть уникальная возможность выиграть картину, которую своими руками нарисовали. Клава Кока, Александр Рогов, Марик Раймбри, Юркис, Ольга Серябкина и многие другие звезды специально для вас. Условия розыгрыша очень простые. Смотрите РУ-Новости на телеканале РУ-ТВ или на нашем Ютуб-канале и посчитайте, сколько раз за выпуск мы показали артиста года Диму Билана. Правильные ответы мы будем ждать в комментариях под фото звездной картины в нашем Телеграм-канале. А потом рандомайзер соберет все верные цифры и выберет счастливчика. Удачи! Каждую пятницу, субботу и воскресенье встречаемся на телеканале РУ-ТВ в программе РУ-Новости, чтобы узнать эксклюзивные подробности жизни артистов отечественного шоу-бизнеса. Меня зовут Максим Привалов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok